День с толком В студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Глава Барнаула рассказал о работе за год, какие замечания ему делали и за что хвалили. Жительница Барнаула боится, что ее дочь отберут за требования лекарства из списка жизненно важных. Резкое потепление, но не стоит расслабляться, что говорят синоптики. Начнем с хорошей новости. Пенсионерам снова можно свободно гулять, а ресторанам работать по ночам. В это воскресенье в Алтайском крае вступают в силу новые поправки к региональному антиковидному закону. Так, губернатор Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для лиц старше 65 и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Также полностью снято ограничение на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. Напомним, ранее работа ресторанов, клубов и других подобных заведений запрещалась с 11 вечера до 6 утра. Спустя год о коронавирусе как угрозе почти никто не говорит. Но согласны ли с такими решениями жители? Вот мне кажется, сейчас самый опасный момент. Все успокоились, бдительность потеряли, как говорится, утратили, а надо быть очень осторожным. Все равно же эти люди мрут и страшно мрут. У меня сосед заболел, у него и дочь переболела, жена. Говорит, страшная болезнь, поэтому не знаю. Ну, я даже не знаю, будет она продолжаться, пандемия или нет. Большинством голосов депутаты Барнаульской гордумы приняли годовой отчет мэра Вячеслава Франко. Замечания были, однако все выступающие подчеркивали, что сам год был далеко не простым. Как Барнаул пережил 2020-й вместе с Франком, узнавала Валентина Аскерова. 2020 год сложный во всех смыслах, и пандемия не могла не отразиться на расходах городского бюджета. Часть средств пришлось направить на обработку остановок транспорта подъездов. Без помощи федерального и краевого бюджетов город бы не выстоял. Оказанная из вышестоящих бюджетов помощь свыше 8,4 миллиардов рублей позволила городу развиваться. В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Расходы за прошлый год составили 16 миллиардов 100 миллионов рублей, и в 2021 год Барнаул вошел без кредитов, пояснил Вячеслав Франк. И несмотря на трудности ковидного года, нацпроекты реализованы в полном объеме. Я думаю, нам стоит с вами гордиться реализацией таких национальных проектов, как образование, демография. Вот давайте только вспомним, было введено в эксплуатацию две школы, пять детских садов. Кроме того, сегодня мы уже возводим две школы, вот одна из них в микрорайоне «Спутник», и четыре детских сада будут введены в эксплуатацию. Благодаря комфортной городской среде Барнаул становится зеленее. Началось восстановление парка «Изумрудный», направленный деньги на создание сквера в новостройках на пересечении улиц Взлетная и Ускова. Разрастаются и жилые кварталы. В 2020 году в эксплуатацию сдано 547 тысяч квадратных метров жилой площади. Плановые показатели достигнуты в полном объеме. Барнаул входит в тройку лидеров по темпам роста, обеспеченности жильем в Сибирском федеральном округе. 80% домов строятся по договорам долевого строительства. По мере возможности городские власти решают и проблему аварийных домов. Их в городе 224. Из них 157 будет расселено за счет средств бюджета всех уровней. При этом расселение 67 домов, признанных аварийными после 2017 года, пока не обеспечено финансированием. Это потребует 3,5 миллиардов рублей. Без поддержки краевого правительства город не справится с этой задачей. Оппозиционеры хоть и высказывали свои замечания, в целом же большинством голосов годовой отчет градоначальников приняли. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. Нет, нет, там было понятно, что... Жительница Барнаула боится, что у нее могут отобрать ребенка. Их семьей заинтересовались органы опеки. По мнению экспертов, жизни и здоровье 15-летней девочки с синдромом Дауна угрожает опасность. А вот мама ребенка уверена, что на их семью начали оказывать давление после того, как она стала требовать дорогостоящие лекарства для дочери. Об этой истории расскажем далее. Ангелине 15 лет, она родилась с синдромом Дауна. Зимой девочка начала терять сознание, иногда падает сатурация. Это следствие порока сердца и высокого давления в легких. Вот этот вот самый дорогостоящий препарат, мацетинтан. Вот она его принимает один раз в день, по 10 миллиграмм. Стоимость этой коробки? 141 тысяча. Это всего на один месяц курс лечения год. Без лекарств ребенок не выживет. Тот самый мацетинтан положен ребенку бесплатно. Но когда мама Ангелина начала требовать лекарства, их с семьей внезапно заинтересовались в опеке. Женщину вызвали на комиссию ПДН. Александра уверена, все потому, что она не согласна с мнением врачей о том, что девочку нужно госпитализировать. У ребенка иногда падает сатурация. И, кстати, семья даже арендует за свой щет кислородный концентратор. 1205 дней. Мы его в феврале, 8 февраля арендовали. И вот, по сей день. И сколько еще надо? Год. Недавно девочку выписали из федерального центра в Новосибирске. И там специалисты рекомендовали ребенка лечить на дому. В конце концов, это необычная девочка, и дома ей хотя бы психологически будет легче. Это вот сейчас у нее страх, потому что, естественно, они сломали психику моему ребенку. Она мне сейчас не доверяет. Когда я поехала на ПДН, у нее даже кровь из носа пошла от страха. Она думала, что мы ее везем опять в больницу. Она ревела, она кричала, что не надо, мамочка, я не болею, мне не больно ничего. Это все страх у нее из того, что они натворили с ребенком. В комиссии ПДН Александру оправдали. Но спустя пару дней пришло новое письмо. Ее поставили на учет по 77-й статье. Это значит, если признают угрозу для ребенка, его отберут. Мать уверена, давление на ее семью началось после того, как она посмела требовать дорогое лекарство. И, так сказать, вылезла из общей кучи. У нее на руках умирал ребенок. Причем ее бы саму и обвинили в том, что ребенок умер, потому что она ничего не сделала. Сказали, а почему вы его лекарствами надлежащими, значит, получается, не давали лекарствам надлежащие. Она бы сказала, а мне никто не дал. А вы обращались? Да, докажите. И вот когда я начала требовать мацетентан, вот с этого все у нас и началось. У нас началось то, что ребенок сразу им понадобился, то, что якобы они все делают для того, чтобы лечить ребенка. Вы знаете, все это связано на самом деле с системой МАЭС. Сейчас превышение выплат по системе МАЭС, если вдруг произойдет по вине главврача. Ну, главврач уже прилетит. МАЭС и наш Минздрав, ну, соответственно, они как бы вот связаны, ну, просто профилем работы. И я понимаю, то же самое главврач. Если она всем будет выписывать вот так вот просто с руки, кто же ее за это похвалит? Сейчас семья Пасашковых боится, что их ребенка могут забрать. Ведь страшно представить, как это отразится на психике девочки. Мы неразлучны с ней 15 лет. Мы с ней вместе. То есть мы гулять в магазин. И я, естественно, с ней рядом. Я не могу оставить. Ну, как? Я не знаю. Я потому что каждую минуту боюсь за нее. Она ведь не сойдет. Она же опять выкопает этот топор войны. Потому что это ее ребенок, это ее кровь. Потому что кроме нее этот ребенок никому не нужен. Ирина Корчагина, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. Министерство юстиции собирается изменить законодательство об антикоррупции. Благодаря этой поправке действия чиновников при обстоятельствах непреодолимой силы перестанут считаться нарушением. О каких обстоятельствах идет речь и как к этому относятся сами чиновники и барнаульцы далее. Закон о вынужденной коррупции еще не приняли. А разговоров о нем уже немало. Сейчас он на стадии общественного обсуждения. Но из-за недостаточности понимания, что же именно будет входить в так называемые обстоятельства непреодолимой силы, у людей возникают недоумения. Ну, это как-то звучит нелепо, по-моему. Неправдоподобно, по крайней мере. Я считаю, что это зависит от конкретной какой-то ситуации. Вот так абстрактно говорить, да, согласен или нет, не согласен, мне кажется, нельзя. Людей пытаются к заголовкам и убедить в том, что якобы принят закон, который освобождает чиновников от ответственности за коррупционные преступления. На самом деле все не так. И если жители слабо понимают законопроект, чиновники, на которых он и направлен, уже разобрались и даже приняли позицию «за», без иронии. По словам главы Сибирского сельсовета, этот закон необходим. Благодаря ему можно будет избежать проволочек, когда надо действовать незамедлительно. Когда в каком-то муниципалитете маленьком невозможно найти, например, специалиста по финансам, кроме как родную дочь, например. Как вы представляете работать без финансистов в сельской администрации или в районах? Нет, да никак. Все встанет наглухо, напрочь, потому что казначейство остановит все платежи. А бывает, что такая ситуация позволяет решить проблему целой территории. Вот, собственно, вот он дух и буква этого закона. Еще один пример чрезвычайной ситуации, когда можно избежать потери времени на бюрократию и действовать напрямую, и пока незаконно. Но если в этом случае понять закон можно, то когда речь пойдет про взятки, вынужденностью коррупции не прикрыться. Скорее всего, документ работать не будет, потому что коррупционные преступления или правонарушения, они все, как правило, предполагают очевидную умышленную форму вины. То есть человек контролирует себя и понимает, что он делает. По неосторожности украсть невозможно. Или украсть силу непредалимой силу из бюджета. Деньги рациональных использовать, взять взятку. То есть мы понимаем, что это немыслимо. Так каким в итоге будет закон и возникнет ли в России вынужденная коррупция, пока неизвестно. А пока каждый из нас может высказать свое мнение в рамках общественного обсуждения. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. Каждый тысячный ребенок на планете рождается с синдромом Дауна. Каждый год в крае появляется на свет почти 40 солнечных деток. Таким малышам практически с рождения требуется помощь специалистов, психологов, логопедов и не только. Где в крае можно получить такую помощь и всем ли она доступна, расскажем в нашем сюжете. Надо выбрать сначала крупные детальки, разложить. Тогда с мелкими будет легче. Занятие в небольшой группе по программе Монте-Сори проводит психолог краевого психоневрологического диспансера. В отличие от классической программы, где специалист лишь наблюдатель, здесь его позиция активная. Ведь именно общаясь с детьми можно сформировать у ребенка желание приходить чаще и узнавать больше. А солнечным деткам заниматься нужно регулярно, чтобы было проще адаптироваться к жизни. Чем младше ребенок, чем раньше начинаются занятия, у нас основное требование все-таки к школе. Основные трудности начинаются, когда мы видим, что ребенок уже ему по возрасту подошел, надо в школу идти, а он по каким-то причинам не готов. Это как интеллектуально, как в общем-то в быту он не может выдержать занятие в течение 40 минут. Варя Чеплыгина сегодня здесь просто гость. Солнечный ребенок давно учится в частной школе с обычными детьми. Ее мама уверена, если бы не регулярные занятия, девочке было бы гораздо сложнее. Правда, о доступности таких занятий для всех говорить не приходится. Да, попасть в краевой диспансер может каждый, говорит мама Варе. Но кому-то тяжело добираться. К тому же занятия нужны регулярные, а не пару месяцев в году. Все же наши, вот эти вот социальные службы, они не нацелены на постоянную работу. Они все периодами. Вот заехали мы в Журавлики, прореабилитировались, до свидания уже на полгода. А что эти полгода? Им родители, естественно, идут ищут платно, а платно очень дорого. Это практически единственный центр такой в Алтайском крае, который оказывает комплексную помощь. В районах, в межрегиональных округах, в Бийске, Рубцовске, там есть, конечно, детские отделения, детские психиатры, которые оказывают помощь ребятишкам. Но у нас здесь именно комплексная помощь для несовершеннолетних. Диспансер загружен, но попасть туда можно. Местные специалисты уверяют, если врач из поликлиники направил, ждать придется не больше двух недель. В том числе и ребятишкам из района в крае. Мама пятилетней солнечной Сонечки не жалуется. Говорит, хотя бы раз в год на занятия с психологом и логопедом их и сюда, и в журавлики приглашают. Но хотелось бы постоянных занятий и желательно в одном месте. Ребенок привыкает к одному месту, к людям привыкает, и ей проще работать. И также педагогу с ней проще работать. Поэтому если было бы это в одном месте, было бы, наверное, удобнее. Единственное, что не раз в год. Тогда бы они уже сделали это как-то почаще. Потому что раз в год это совсем очень мало. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В этом году на карте Алтайского края появится сразу несколько новых объектов. Министр спорта региона Алексей Перфилев подвел итоги прошедшего года и поделился планами на 2021 год. Пятьсот – это хорошо. Но, повторюсь, пятьсот федеральных и пятьсот дополнительно региональных, то есть и общая сумма вложений в инфраструктуру – миллиард. Но более чем достойно. Такой темп позволит в течение трех-пяти лет, ну, по-простому говоря, подшаманить всю ту инфраструктуру, которая есть. И уже задумываться о появлении новой. Вот это важно. Под новыми объектами подразумевается строительство двух спортивных комплексов в Барнауле и ледовой арены в Бийске на общую сумму более 500 миллионов рублей. Сдвинется с мертвой точки долгострой на проспекте Сибирский. На этот год заложены первые 150 миллионов. Поговорили и о наболевшем зарплате алтайских тренеров, которая на сегодня является одной из самых низких по стране. Региональный Минспорт вышел с инициативой к депутатам Госдумы. Частично решить проблему могли бы льготы. Это доплаты. Это возмещение расходов на коммунальные услуги. 2050 рублей в месяц. Но на самом деле на годовой основе это 25 тысяч рублей. Это дополнительные 10 дней отпуска. Это вторая часть. А третья – это возможность встать в очередь на жилье. Поэтому хотя бы нашим так, как есть у педагогических работников. И еще один волнующий вопрос. Со зрителями или без них будет проходить Кубок мира по гребле в мае? Все решит эпид-обстановка. А сейчас Минспорта занимается логистикой передвижения спортсменов и организацией самой площадки. В ближайшие выходные нас ждет первая, пока еще кратковременная волна весеннего тепла. Причина – циклон, который придет в регион с юга. Первые перемены начнутся уже завтра. Температура воздуха в субботу днем повысится от 3 до 8 градусов тепла. В предгорьях до плюс 10-15. Также на фоне солнца, яркого солнца, у нас будет уже интенсивное таяние снега. А вот в воскресенье в связи с прохождением атмосферных фронтов уже будет более затянуто облаками неба. Временами будут идти осадки различной фазы, то есть и в виде дождя, и мокрого снега. Также прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Все это выльется в колебания температуры от минуса до плюса и мокрый снег. А еще приведет к сильному гололеду. Так что если вы планируете на выходных отправиться куда-то на машине, рекомендуем быть осторожнее. Такая неустойчивая погода продлится до конца следующей недели. Как уверяют синоптики, настоящая весна придет на Алтай 27 марта. Если в прошлом году тепло пришло на две недели раньше обычного, то теперь весна наступает в нормальном режиме с совсем небольшим опозданием. Так что ждем 27 марта, а пока впереди нас ждут выходные. На этом у меня все новости. Напоминаю, для вас сработает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. До встречи в эфире.